ребятки привет мои хорошие сегодня будет видео меня вот долго мучил этот вопрос ну прямо меня знаете спать не давал еще самое самое наше первое видео которое мы записали еще в январе месяце я в том видео значит делал следующую следующую процедуру я значит объяснял ребятам как быстро варить трубы да и что я тогда говорил что когда варите такой объект где много стыков много бывает вот допустим варишь индивидуальный тепловой пункта там вот заходишь туда вот я много раз варил и т.п. вот я один сварщик 2 слесаря да там только успеваю вот они подгоняют и несут тебе несут эти стыки у меня 80 120 стыков ежедневно у меня такой столик стульчик я сажусь они подносят и их варю и варю ну понимаете надо стык заварил надо его оббить шлак горячий шлак оббиваешь он летит в лицо прилипает этот геморрой никому не нужен правильно поэтому я в том видео сказал что я всегда ставлю с собой рядом ведро с водой вот заварил стычок макнул шлак остыл отбив меня там просто захейтили коллеги в комментариях говорят ты что нельзя горячую трубу в воду это металл там или закаляется или отпускается короче будет чуть ли не конец вселенной наступит я сейчас покажу как это надо делать с умом не просто там макнуть красную трубу в воду а как по уму это делать чтобы не было потерь чтобы не носить не нанести ущерб металлу давайте быстренько стычок заварю чтобы труба стала красной да я буду варить без отрыва быстренько закатаю труба будет красная и вы посмотрите сами как я это делаю правильно не тоже там бездумно в воду всунуть давайте в общем варим мы сварку вам показывать не будем потому что речь сегодня не о сварке да речь сегодня о том как правильно сужать трубу поэтому я буду варить чтобы камеру не засвечивать закрою быстренько заварю и вы главное следите внимательно поймать именно этот момент когда я буду макать трубу в воду да я покажу как это делается готово обратите внимание парни видите стык красный правильно это делать следующим образом его не надо туда опускать и держать до полного остывания смотрите как я это делаю макнул еще раз макнул все этого достаточно понимаете тут главное сбить температуру огромную которая находится вокруг сварочного шва до чтобы остудить шлак и когда шлак уже у нас остыл вот видите она даже труба еще горячая потому что ее полностью не остудил видите вся труба испарилась и стык сухой вот именно так и надо осуждать потому что если шлак будет мокрый до полного остывания вы остудите шлак потом очень сложно отходит он-то отходит но он прилипает начинает к шву а когда вот так мы его остудим шлак смотрите обратите внимание я без отрыва пробежался шовчик вот я его два раза макнул воду труба она еще горячая еще рукой не удержишь я макаю быстро раз макнул вытащил макнул вытащил цель только остудить шлак чтоб шлак легко отделить и потом можно даже по шлаку не стучать вот по рядом с трубой постучал молоточком да он сам всыпается когда он уже остынет видите чистенький шовчик без всякого шлака коллеги я хочу вам сказать что бывают ситуации когда я беру большое ведро это когда знаете когда много флянцевая небольшие там 159 труба до 219 на такие большие трубы надо варить флянцы вот этот флянец тоже его варишь варишь долго там уж понимаете какая кружность там бывает два прохода приходится варить и чтобы обидеть шлак шлак он тоже горячий пойти флянец он толстый он долго остывает я вот такой фигней занимаюсь потому что флянец он там но одном месте он будет сильно горячих где только закончим сварку да это я сомневаюсь он там будет красный вот доварил я прям беру эту кусок трубы с флянцем и в ведро туда бух он там начинает бурлеть вот так вот кипеть никакого ущерба металлу это не наносит вот он до полного остывания там лежит в воде этот флянец я его достаю положил немножко обсох шлачок оббил легко шлак отбивается и все прикрутил его на болты готова флянцу это ущерба не наносит потому что там и труба толстенная и сам флянец сами понимаете какой да а вот такие тоненькие трубочки нельзя его парни нельзя окунуть туда и держать до полного остывания вот заварили стык красный макнули вытащили еще раз макнули вот так быстренько все это только делается для того чтобы сбить вот эту температуру остудить шла горячий шлак будете оббивать сами знаете что будет он прилипает к коже в глаза летит он везде летит горячий шлак нельзя оббивать надеюсь я вам был полезен парни давайте парни сами знаете какие там нажимать кнопки подписывайтесь на канал на телеграм-канал подписывайтесь оставляйте комментарии увидимся в следующем видосике всем пока